Встреча с русским миром Тяжело нашим там ребятам Если есть возможность Можно доехать до Шумиловской бригады Привезти хотя бы им воды Бутылированной там 6 бутылок Это будет настолько счастье ребятам Наши ребята там Разят гадину фашистскую Это триумф русского оружия Это триумф русской армии Это возрождение России С чего взял, что мы будем Ядерный удар носить по Украине Нам там жить еще На Украине Чем нам бомбить Украину или Германию В Британии есть О, корень зла Я напомню, что Великобритания Тоже ядерная держава И у них тоже есть ядерное вооружение Я могу напомнить, что у них 245 зарядов Они будут моментально бескровленные Мы посильнее в этом вопросе Намного И, конечно, поддержка наших братьев Проживающих в Донбассе, на Украине Сейчас за ними выбор И если в ходе прямого воли заявления Они выскажутся, что хотят быть в составе России Коллеги, мы их поддержим Мы ждем от них свободного воли заявления Мы в этой студии, кстати, не первый год говорим про то Что нет никаких украинцев Что это русские люди Какие украинцы? О чем вы говорите? Это выдумка Даже само понятие «Украина» не должно существовать Прежде всего хотел бы, чтобы никакой паники не поддавались На фоне... Надо признать того поражения, которое мы потерпели в районе Харькова Надо это признать Почему я говорю именно о наступлении ВСУ? Ну, на мой взгляд, это просто очевидно Конечно, украинцы смогли создать преимущество Там восьмикратные, говорят, у них было Сражение за инициативу, о котором я говорил еще с июня месяца ВСУ выиграло Можно сказать, выиграло полностью Сложные ситуации И надо понимать, что мы сражаемся с мощнейшим противником Какие украинцы? О чем вы говорите? Это выдумка? Вооруженные силы Российской Федерации явно, на мой взгляд, не были готовы к такому масштабу войны А вооруженные силы Украины были готовы Они восемь лет готовились Унизительно вообще Мы все время говорим, у нас малое количество солдат сражается Нужны добровольцы, нужны, так сказать, люди, которые хотят служить А вы видите где-нибудь вообще рекламу этого? Ну, о чем я говорю? Нет Ну, ё-моё Ну, ё-моё, ну, хочется сказать Я не говорю, что нужна мобилизация Нужна подготовка Я тоже не говорю более того, я считаю, что вопрос сейчас и проведешь Нужна подготовка профессионалов Ну, в определенной степени это война, в моем понимании, а это война уже Война напоминает советско-финскую войну Она вылилась в то, что это считалось некой агрессией со стороны Советского Союза Вроде формально Советский Союз, но Финляндия не хочет меняться Поэтому в этом смысле аналоги вот у меня лично напрашиваются На карте стоит, ну, как бы на кону очень многое Но почему? А что? В такой войне нужна прежде всего железная дисциплина Без дисциплины этого не сделаешь Мы взяли на себя ответственность довести специальную военную операцию до конца Сворачивать не будем Скажем, мы все заинтересованы в том, чтобы мы обязательно выиграли У нас нет другого шанса Но, на мой взгляд, нужна все-таки какая-то ясность в политическом и решении украинского вопроса А у нас для этого хватает сил, средств? У нас не только хватает, мы еще и добавим Ну, надо признать, на мой взгляд, что украинский народ существует Это первое, надо признать Что он не есть миф Что не есть какая-то туманность Андромеды Что он существует Он, более того, в этой операции, он, видимо, так сказать, еще и как бы Получает этот миф свой, который необходим Вот, на мой взгляд, надо на освобожденных территориях Предложить организовать альтернативное украинское дружественное России государство Заднюю никто не даст больше, кроме нас Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю А вот если мы ее дадим, они ее не дадут Но решение принято Решение принято Ну, хорошо Сумречные времена провальной спецабасрации Порождают острую потребность в духоподъемных активностях для глубинного народа В кругах российских фашистствующих евразийцев протекает дискуссия Как продать неблагоприятный исход вторжения в Украину Различным сегментам пока еще думающей частицы общества Поиск аргументации идет сразу по четырем направлениям Истолкование СВО с позиции либералов, патриотов, геополитиков и философов Задача нетривиальная Вас это не касается Ведь люди с экономическим образом мышления Или в понимании идеологов расшизма шестая колонна запада Требуют свести дебет с кредитом Нам нужно время, чтобы это осмыслить Как и любое мероприятие, спецабосрация имела свой ресурс И по факту от нее должна быть некая экономическая отдача Ну я смотрю, еще такой фактор для нашей экономики Новая территория Ведь Донбасс, Таврическая губерна, вот это все Это же несколько миллионов человек Это же фантастические возможности для русской экономики Экономическая территория, которую мы должны не спонсировать А создавать предпосылки развития И просто использование этих механизмов Которые потом можно и в России использовать Тем более, что они были прибыльны Освободители Донбасса пилят на металл И вывозят в Россию остатки разбомбленных ими металлургических комбинатов На которых раньше работали десятки тысяч мариупольцев Никакого восстановления этих предприятий Обещанного России восстановления Конечно же не происходит, как мы и предупреждали А происходит ровно обратный процесс Пилят на металл и вывозят в Россию даже то, что уцелело после обстрелов Поразительно, насколько народ у нас хозяйственный Пишет Царев в своем телеграм-канале Очень быстро имущество, оставшееся без присмотра Растаскивается, разносится по домам Так было в Донецке и Луганске Такие же явления наблюдал в Запорожской и Херсонской областях Восстановление автомобильной заправки Простоявшей месяц без охраны Теперь обойдется в очень большие деньги Кабели вырубали топором Чтобы потом сдать их на металлолом Ценные оборудования ломали И опять-таки сдавали на металл Мне так нравится, как он пишет Хозяйственный народ То есть это народ у него плохой У него народ все грабит и разворовывает Вот только почему-то, до тех пор, пока не пришел русский мир Ни в Донецке, ни в Луганске, ни в Запорожской, ни в Херсонской областях Народ почему-то ничего не грабил и не разворовывал Пока в условиях тяжких санкций Замораживание активов и оттока капитала В размере более чем 243 миллиарда долларов Положение дел в РФ именуют путинской порухой Каким нужно быть закомплексованным ничтожеством Чтобы так опустить свой народ Ковбасы подорожали, рыба подорожала Мясо, да мясо уже я не могу Там, чтобы купить килограмм мяса Дальше только превращение в КНДР Консервация нищеты и изоляция на десятилетия Плохие новости Не будет, как раньше Понятно, что не будут санкции сняты Потому что понятно, что не будет подписан никакой мир На условиях никакой Украины Вряд ли процесс будет долгим Ведь стареющий кремлевский альфа-самец Не обладает кровными наследниками Но россиян готовят жрать траву Во имя дутого величия Возможно, будет тяжело Я готова, что, возможно, придется есть хлеб и пить воду Из-за санкций, из-за ухода западных компаний Мир не рухнул Значит, наоборот Наоборот, более того, кратно расширились возможности для российских предпринимателей В результате вся экономика двигается вперед ВВП России в мае за год От мая к маю Вырос на 5,4% Ну, это достойный показатель А что касается обрабатывающей промышленности То там рост измеряется двузначными цифрами 12,8% Обрабатывающая промышленность подросла Ну, здорово Значит, это не только за счет оборонки Не только У нас и смежные отрасли подрастают И это на фоне Самой низкой За всю новейшую историю Безработицы и низкой инфляции Кстати, он таким был всегда Он всегда лгал, лгал, лгал и лгал Субтитры создавал DimaTorzok